Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто подключился к онлайн, хочу вас поприветствовать. Мир вам! Пусть Бог благословит вас. Спасибо большое за то, что вы подключились к этому служению, к этому видео. Библия говорит так. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии, радоваться. То есть так Иаков приветствовал евреев, которые были в рассеянии. И в это же время я хочу поприветствовать вас, дорогие, славе Господа Чорч или Новолынская церковь, и все, кто подключился к этому служению, радоваться. Он призывает Иаков нас, чтобы мы радовались, поэтому я призываю вас тоже, чтобы мы радовались. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, в последнее время очень много появилось советчиков. Я как-то раз читал, как один человек написал на фейсбуке, он говорит, как же у меня было так много этих политологов, а сейчас уже так много стало вирусологов. То есть люди, которые понимали сильно политики, а сейчас они уже в этих вирусах понимают и во всех остальных. Ну, и все дают какие-то советы. Я бы тоже хотел бы дать некоторые советы, и моя жена обычно говорит, о, ты любишь так своих 5 копеек куда-то вставить, надо ли они или не надо. Ну, хочу сказать, что этих 5 копеек, то, что я хочу сейчас вставить, это как раз не от меня, а советы из Библии. И они будут как раз 5 советов во время карантина. То есть о том, о чем я сейчас хочу поговорить. 5 советов во время карантина. Поэтому, дорогие, мы будем обращаться к Слову Божьему, потому что Слово Божье это самый лучший источник для нашей жизни. Слово Божье это как карта для жизни. Поэтому, если ты хочешь правильно идти, чтобы идти правильно по дороге, чтобы как раз не сворачивать, знать куда идти, надо взять эту карту Слово Божье и поступать по Слову Божьему, и тогда ты не заблудишься. Это как GPS для нас, для нашей жизни, для нашей души. Поэтому первый совет, который я хотел бы прочитать, и Слово Божье, которое я хотел бы дать, это благодари Бога, имей благодарное сердце. 1 Фессионалкицам, 5 глава и 18 стих, новый русский перевод говорит так. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья, в Иисусе Христе для вас. Библия говорит, что при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу. То есть есть обстоятельства хорошие, есть не очень. Есть трудные обстоятельства, как сейчас. Поэтому Библия учит нас, чтобы мы имели благодарное сердце. Вы знаете, у каждого из нас есть причина для ропота. У каждого из нас есть причина для того, чтобы быть унылым. У каждого из нас есть какие-то причины, почему бы быть недовольным. Но у нас намного больше причин, чтобы быть довольным и быть благодарным Богу, нежели обратно. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем смотреть, за что же мы можем благодарить Богу. Прежде всего, мы благодарим Богу за то, что мы есть спасенные люди, за то, что наши имена записаны в книге жизни. Но если вдруг ты каким-то образом видишь это видео, и ты думаешь, что я не принадлежу церкви, я еще не есть как раз член вашей церкви или вообще член вселенной церкви, я не верующий. Хочу тебя призвать, дорогой друг, те, кто смотрит нас, приди к Иисусу, отдай свое сердце Богу, потому что это самая лучшая пора жизни, это самое лучшее, что человек может сделать при жизни. Это отдать свое сердце всемогущему Богу и взять это Слово Божье как путеводитель, взять это Слово Божье как как раз как дирекшн, то есть как карту для своей жизни и идти дальше. Это очень важно, чтобы мы имели благодарное сердце. Прежде всего, давайте будем иметь благодарное сердце. Второе, не теряйте веру, не теряйте веру, потому что очень много людей, которые смотрят вокруг на это время, на это трудное время, они могут потерять веру, потому что, знаете, как корабль он плывет, и когда-то ученики даже они плыли на этом корабле, они видели так много волн, они видели так много трудностей, и они даже теряли веру. Мы можем тоже смотреть на эти трудности, на эти потрясения, которые вокруг нас, и можем терять веру. Наша вера, она основана не на нас, она основана даже не на нашей церкви, она основана не на нашем благосостоянии, не на нашем знании. Наша вера основана на Иисусе Христе. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что мы основаны на Боге. Наша вера основана на Иисусе. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем доверять Богу. Давайте будем отдавать свое сердце Богу целиком и не терять веру. Не терять веру, а дальше и больше быть уверенным в Боге. Потому что Библия говорит, что Бог, Он есть вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому не теряй веру в это трудное время, во время карантина или пандемии. Третье, это питай свою жизнь Словом Божьим. Дело в том, что очень много людей думают, да, мы насколько живем, то есть надо питаться правильной пищей, то есть правильной калорией и так далее, и тому подобное. Очень важно питать свой дух и свою душу. Ваша душа, она намного важнее даже вашего тела. Я не говорю, что не надо питать свое тело. Конечно, надо заботиться о своем теле и спортом заниматься и все остальное. Но питай свою душу. Слово Божье это самое лучшее питание для твоей души. Иногда мы думаем, будем читать какие-то книжки, слышать каких-то лидеров, каких-то хороших, правильных людей и возможно даже проповедников. Сейчас так много всего, и вы сейчас меня слушаете. Самое главное, питай себя, питай свое сердце, свою душу Словом Божьим. Слово Божье, оно благословит тебя. Слово Божье, оно вдохновит тебя. Слово Божье, оно напитает твою душу. И ты будешь просто душевно и духовно расцветать и будешь благословенный. Это очень важно, чтобы мы питали свое сердце Словом Божьим. Номер четыре. Это имейте общение друг с другом. Это помогайте друг другу. Библия говорит, и так узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Имейте любовь между собою. Это очень важно, чтобы вы имели любовь между собою. Это очень важно, чтобы вы заботились друг о друге. Спрашивайте, какая есть нужда. У нас есть в нашей церкви, куда мы принадлежим, это Слава Господу Чорч, наш дьякон, это Юрий Андреюк. И он всегда звонит. Всегда звонит ко мне и к нашей семье, спрашивает, как дела, как вы. Мне так приятно. И не только мне, то есть всему своему участку. И я так думаю, так классно, потому что человек, который заботится. И так дальше. Я тоже хочу кому-то тоже позвонить и что-то помочь. Иногда мы думаем, что помогать друг другу надо только материально. Только материально. И тогда это самая большая помощь. Но душевно, духовно это очень важно. Очень важно кого-то выслушать. У меня была одна, я бы сказал, подружка. Ее зовут Маша, бабушка Маша. И то есть она уже умерла, она уже у Господа. И когда я был еще где-то 22 года, наверное, мне было 23. И я помню, мы ее посещали. Эта бабушка была 80, наверное, с копейки 85 лет было ей. И мы приезжали к ней домой, где она жила. И вот так я зайду, приветствую вас, приветствую. И она, о, брат Саша, ты пришел, так классно. И она мне рассказывает свою историю. 45 минут, конкретно я засекал, 45 минут. Она рассказывает все то же самое. Каждый раз одно и то же. И я выслушаю. А потом она говорит, о, мы уже так много пообщались. Я даже слова не скажу. Они мне так много пообщались. Спасибо большое, братики, что вы так пришли, что вы меня посетили. Она так хотела кому-то высказать свою душу, вылить. И мы услышали ее, помолились вместе с ней, и мы ушли. Дорогие друзья, возможно, кого-то надо выслушать. Возможно, кому-то перезвонить. Возможно, кого-то услышать, поддержать, помолиться за кого-то. Это очень важно. В это время иметь общение друг с другом. И также материально. Если вы знаете кого-то, кто нуждается, помогайте друг другу. Это очень важно, чтобы мы имели любовь между собой. Чтобы люди, которые вокруг нас увидели, что есть церковь, куда можно идти, где можно получить помощь не только душевную, духовную, но также материальную. Чтобы мы, как церковь, заботились друг за друга. Это очень важно, чтобы мы любили своего ближнего. Это номер пять. Очень важно, чтобы мы любили своего ближнего, заботились друг о друге. И если вы знаете ваши соседи или кто-то, кто ближний есть, который нуждается в этом, который нуждается в помощи, пожалуйста, помогите этим людям. Пусть Бог благословит вас. И в это время, пожалуйста, дорогие друзья, давайте будем помнить, что очень важно, чтобы мы имели благодарное сердце, чтобы мы не теряли веры, а верили Богу, и чтобы наша вера была основана на Боге, чтобы утверждались в вере для Бога, чтобы мы питали свою душу и свое сердце Словом Божьим, каждый день читали Слово Божье. Это очень важно, чтобы мы имели общение друг с другом, и очень важно, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы исполняли этот закон, закон царский, где написано «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Поэтому, дорогие друзья, давайте сейчас мы помолимся, будем молиться, благодарить Бога за Его милость, за Его благодать. Вы знаете, очень важно, если вы узнаете, какие-то нужды есть, молиться. Мы, например, нашей семьей постоянно каждый день молились о нуждах разных. Ну, мы молимся постоянно, и там была нужда пастор Бондарук. Он заболел, и он попал в больницу. И мы молимся, молимся, сейчас Ему намного лучше, сейчас мы уже благодарим Бога. Вот узнайте какую-то нужду, кто нуждается, если вы слышите, видите. Поэтому молитесь также о людях, которые нуждаются. Пусть Бог благословит вас, спасибо большое за то, что вы подключились. Сейчас мы помолимся, если у кого-то какие-то нужды, мы можем пристать на наши ноги, и свершим молитву для славы Божьей. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность общаться через онлайн. Я прошу Тебя, благослови каждого человека, который смотрит нас. Пусть Твоя благодать будет над ними и над нами всеми, Господь. Особенно над славой Госпел Чорч, над всеми членами церкви. Благослови каждого человека, дай Господь, чтобы мы скоро встретились, могли обнимать друг друга. И Боже, я прошу Тебя, пусть Твоя благодать будет над каждым человеком. Если кто-то болеет, Господь, дай здоровье, исцели. И дай Господь, чтобы не было никакого уныния, Господь, но чтобы был Твой Дух и Твоя радость пребывала на каждом сердце. Во имя Иисуса. Аминь.